Как известно, не Колумб открыл Америку, а древние викинги раньше на 500 лет. И открытие это они сделали не в одиночку, а в сопровождении кошек, которые всегда были на кораблях путешественников. Эта порода кошек родом из снежных лесов Норвегии, и страна по праву гордится ими. Норвежские кошки В этой легенде есть доля правды. Правда о норвежцах в том, что это действительно одна из старейших естественных пород. Это также одна из самых крупных кошек. Норвежская лесная полностью созревает к 3-4 годам. Эта порода имеет особенную водонепроницаемую двухслойную шерсть. Из-за такой пушистой и плотной шубки Норвег визуально кажется более крупным, чем на самом деле. Нормальный вес норвежского кота – около 9 килограмм, кошки – немного меньше. Помимо шерсти, статус гиганта породе придает вытянутое, крепкое, но элегантное тело и так называемые рысьей пропорции передних и задних лап. Кстати, благодаря такому анатомическому строению, норвежская лесная – единственная из всех кошек, способна спуститься с дерева вниз головой, по спирали, словно белка. Каков же характер этих красивых, но малоизвестных нам кошек? Очень ласковые, очень доброжелательные, очень разговорчивые и очень игривые. Со всеми они очень ласковые, ласковые с собаками, очень ласковые. И так даже в истории говорят, что если они подружились, то на всю жизнь. Норвежских кошек часто сравнивают с мейнкунами и сибирскими кошками. Однако особый римский профиль и постав ушей, продолжающий линию скул, не даст перепутать эту породу ни с одной другой. Норвежская лесная – полудлинношерстная кошка. И, конечно, такая шерсть требует определенного ухода. Надо ухаживать, потому что расчесывать надо. Они все-таки линяют немножко, есть шерсть. Но, скажем, не надо каждый день или каждую неделю, можно раз в две недели, раз в три недели ее расчесать. Норвегия свободолюбива и исполнена чувство собственного достоинства, но при этом тянутся к людям любознательно и общительно. С ними надо поговорить, их надо расчесать. А они, в свою очередь, ответят вам мелодичным урлыканьем и ласковым взглядом раскосых глаз. Субтитры создавал DimaTorzok